Приветствую вас! Из Сочи в Батуми впервые отправился круизный лайнер Astoria Grande. На судне, которое отправилось в Турцию с остановкой Батуми, находятся 850 пассажиров. Лайнер по желанию российских и турецких туристов зайдет в Батуми 27 июля. Несмотря на то, что Грузия обошла Объединенные Арабские Эмираты и Израиль и вошла в топ-3 популярных авианаправлений, владельцы частных гостиниц в Батуми жалуются на спад турпотока. В этом году нехватка и внутренних туристов, а информация о том, что море загрязнено, не соответствует действительности. Однако и эта недостоверная информация сильно повлияла на количество туристов. Два грузинских банка наряду с банками Армении, чтобы не попасть под санкции, прекратила работу с российской платежной системой в Юнистрим. 20 июля США ввели санкции против еще 5 российских кредитных организаций. Начаты работы по строительству Черноморского стратегического подводного электрокабеля между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией для подачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря. Сегодня, 24 июля, в Грузии стартует прием заявок для лечения и диагностики детей с онкозаболеваниями за границей, в частности в клиниках Израиля, Испании и Турции. Страна в полной мере покроет расходы на диагностику и лечение граждан Грузии до 18 лет. Сейчас в Грузии около 300 таких детей. Контракты с зарубежными клиниками подписаны. После длительного перерыва грузинский боец священного стиля Кигачи Гадзе начал готовиться к турниру UFC. Грузинское вино ранено винной компании Дугладзе смог занять свою нишу на китайском рынке и продается не только в крупных супермаркетах, но и в небольших сетевых магазинах. От ныне, находясь в любом крупном городе Китая, вы найдете грузинское вино ранено. Президент Республики Беларусь заявил при встрече с президентом РФ, что вагнеровцы просятся на экскурсию в кавычках в Польшу. Удачи всем вам!